МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смена представителя Псковской области в Общественной палате России. Бессмысленный симуляк или дополнительная возможность для решения проблем отдельных категорий наших граждан. Эти и другие темы в программе «Сообразим на троих» сегодня обсуждали Сергей Васильев, Константин Калиниченко и Александр Савенко. Достаточно многое в городе Пскове связано с именем Ленина. Памятники сохранились, сохранились ленинские места. Все то, что напоминает о трех месяцах в городе Пскове проведенных день. Я вот думаю, если эти потоки китайские, даже существовавшие прежде, перенаправить отчасти на наш город, какой это могло бы дать импульс к развитию туризма? Проблема городского округа номер 5. Актуальные вопросы, которые рассматривает Комитет Псковской городской думы по социальным вопросам, молодежной политике и туризму, сегодня в прямом эфире программы «Гайд Парк» обсудили ведущая передача Любовь Кузнецова и депутат Псковской городской думы Наталья Мельникова. Комитет – это такая черновая работа, да, это так и можно сказать. Конечно, безусловно, на комитетах именно и прорабатываются эти вопросы с целью того, чтобы приять правильное решение. Для этого и делаются эти обсуждения, да, они не всегда бывают действительно ровными, они, может быть, где-то и не должны быть ровными очень сильно, да, для того, чтобы мы сегодня понимали и поняли, что мы со всех сторон рассмотрели этот вопрос. В России упросили порядок размещения летних кафе. Теперь владельцы ресторанов или кафе смогут без дополнительных процедур оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию. Земля под новыми местами должна находиться в государственной или муниципальной собственности и не быть ранее выделенной под другие цели. Подробности на Псковской ленте новостей. Обещание президента Путина о двукратном увеличении квоты на прием в российские вузы студентов из Солнечной и теперь особо дружественной нам Африки весьма актуально для Псков-ГОУ. Опорный вуз региона в последнее время славится наплывом обучающихся из разных восточно-азиатских стран, от бывших советских республик до берегов Индийского океана. Легко предположить, что в их ряды органично вольются и африканские гости. Детали в авторской колонке Сергея Васильева. Путевки и авиабилеты подскочили в цене, как, впрочем, и все остальное. Но если подорожание овощей как-то можно пережить, то перспектива провести отпуск на даче многих приводит в отчаяние. Как бюджетно провести отпуск, не вступив в ряды огородников, рассказывает обозреватель Псковской ленты новостей Ульяна Лавыгина. Арт-объект «Антигравитация», установленный напротив галереи современного искусства в Пскове в рамках выставки «Женский образ» вызвал возмущение горожан и кипение благосферы. Многие назвали скульптуру вызывающей и даже пошлой. Автор скульптуры Тимофей Силич был удивлен реакцией псковичей, но решил обернуть скульптуру белой тканью, чтобы она никого не смущала. Подробности культурного скандала в материалах ПЛН, МК в Пскове и на ПЛН-ТВ. Очередной выпуск проекта «Место встречи» подготовил МК в Пскове. Сегодня мы предлагаем прогуляться по одной из самых необычных псковских улиц. Ее длина всего 200 с небольшим метров. При этом на ней поместились аж несколько памятников архитектуры, среди которых два храма. Один из них – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь про улицу Георгиевскую. И о погоде в Пскове на завтра. В пятницу 24 марта днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 11 градусов. Ночью также небольшой дождь от 7 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин